В 1946 году профессор Владимир Григорьевич Кожевин во время экспедиции по северу Красноярского края в районе реки Попегай впервые обнаружил странную местность, похожую на очень большой кратер от падения метеорита. Его размер в итоге оказался действительно довольно внушительным. В диаметре он составлял около 100 километров и глубиной около 200 метров. Ученый сделал подробное описание этой необычной местности, а уже через какое-то время этим заинтересовались и все остальные. Впоследствии долгое время там проводились исследования, брались пробы для анализа почвы и голой скальной породы. В результате в 1970 году ученые пришли к выводам, что это действительно место падения очень большого метеорита. И именно вследствие этого миллионы лет назад с Земли исчезли многие виды древних животных. Кратеру дали название Попегайский по названию близлежащей реки и поселка, расположенного в 30 километрах от середины кратера. Это, кстати говоря, единственный поселок, находящийся в черте границ кратера, на стыке двух областей Красноярского края и Якутии. В общем, ученые, конечно же, подсчитали, когда именно на Землю прилетел этот метеорит. Это, по их мнению, случилось 35 миллионов лет назад. Но заявлять об этом во всеуслышание тогда не стали, ровно как и о самом кратере. Вся информация по нему долгое время, вплоть до 2012 года, оставалась неразглашенной. Все дело в том, что там были обнаружены крупные залежи технических алмазов, поэтому и было принято решение сокрыть от широких масс информацию об этом месте. Добывать эти алмазы на тот момент было невыгодно. Дело требовало больших затрат, потому как находилось в далекой и труднодоступной местности, да и к тому же конкуренция в этой сфере была довольно большая. В Советском Союзе в те годы велось обширное строительство заводов по производству сантехнических алмазов, поэтому добывать их еще и здесь попросту не планировали, оставили вроде как на потом. Если бы об этом узнали местные, то к бабке не ходи, растащили бы все до последнего камушка. Кстати, такие алмазы не используют в ювелирной промышленности. Если кто не понял, из-за своей структуры они собственно и технические, то есть тусклые и непрозрачные. История о местах хранения технических алмазов в Попегайском кратере получила широкое распространение лишь в 2012 году. Ученые подтвердили, что залежи богаты одним из видов пород, содержащих эти алмазы. Так называемые импактиты и лонсдоэлиты – полиморфная модификация углерода с гексональной решеткой. По мнению некоторых специалистов, в настоящее время у России есть все шансы стать мировым лидером по производству этих минералов. А запасов метеоритных алмазов в Попегайском кратере хватит на несколько десятилетий, даже при их интенсивной добыче. Но вернемся непосредственно к самому кратеру. К слову, не все ученые считают этот кратер результатом падения метеорита. Некоторые ученые, которые проводили там исследования, со временем стали сомневаться в том, что это был метеорит. Были проведены сравнения тех мест, где действительно падали метеориты, заснятые на камеру уже в современности, то есть где неоспоримо доказано, что падали именно они. И вот что получается. Метеорит на нашей планете в принципе не оставляет после себя кратер. Он несет хаотичные разрушения, но никак не кратер круглой формы. Это могло произойти где-нибудь на Луне, где нет защитной атмосферы, а вся ее поверхность – это космическая пыль. Протяжение там в разы меньше. Там запросто большой в кавычках камень мог удариться о поверхность, а по сторонам разлететься пыль, причем ровно по кругу. Но на Земле для развития такого сценария нет никаких условий, и шансов, что огромное космическое тело вот так ровно упадет и оставит круглый кратер практически нет. Давайте вспомним самый известный, заснятый на камеру случай падения метеорита в современной истории. Падение Челябинского метеорита. Видеороликов с его падением в интернете сотни. Знаем, какие последствия произошли. Он, наверное, был бы довольно большой, если бы не обгорел во время падения. Спасибо за это атмосфере, защищает. А теперь, внимание, вопрос. Какой кратер оставил он? Да никакой. Рухнул с высоты под углом, да и разбился, нанеся окружающей местности лишь хаотичные разрушения. Конечно, кто-то может возразить, что Челябинский метеорит был небольшим. Ну да, это действительно так. Но какой тогда большой? Чтобы оставить такой огромный кратер в такой твердой почве, с учетом того, что объект сильно обгорит, пока достигнет поверхности Земли, он, как мы знаем, немало скинет весе. Значит, чтобы оставить подобный кратер, с учетом выгорания и разрушения в атмосфере, метеорит должен быть размером с Луну. Но такие космические объекты не называются метеоритами. Это уже целые планеты, и они просто так не летают куда попало, и не падают. Планеты ходят по своим орбитам. А метеориты – это мусор по определению, и он не может быть настолько большим. Да и последствия для планеты были бы куда большими. Возможно, нас с вами сейчас бы попросту не было. Таким образом, довольно многие сегодня больше склоняются к тому, что это, скорее всего, мог быть мощнейший взрыв неизвестного происхождения. Уж очень сильно похожи все эти якобы метеоритные кратеры на воронки, которые оставляет ядерный взрыв. Но откуда и каким образом в древности мог произойти этот самый взрыв? Некоторые исследователи смогли примерно высчитать температуру в самом эпицентре на момент взрыва. Она достигала отметки намного больше, чем 4000 градусов. Давление достигало более полутора миллиона атмосфер. Именно в результате воздействия такой высокой температуры и колоссальному давлению на определенные породы Земли и могли появиться те самые очень твердые технические алмазы, из-за которых впоследствии все это и засекретили. Температура смогла расплавить такую земную породу, как графит, в результате чего и получился алмаз. Интересно и то, что подобные кратеры на нашей планете есть и в других местах. Их как минимум три, и некоторые намного большего размера, чем Попегайский. К ним относится и кратер Вредефорд, расположенный на территории ЮАР, диаметр которого достигает 300 километров. Он, к слову, считается самым большим. Далее идет кратер Садбери, находящийся на территории Канады, недалеко от Онтарио. Его диаметр достигает 248 километров. И кратер Чикшулуп, находящийся в Мексике, в штате Юкатан. И только потом уже идет Попегайский в Сибири. Кстати, многие мировые ученые, проведя много времени за исследованиями, пришли к выводам, что все эти кратеры образовались примерно в одно и то же время. Хотя по официальной версии истории все они сегодня считаются образованными вследствие падения больших метеоритов, все же многие зарубежные ученые в этом сильно сомневаются. Больно уж не похожи они на следы от падения небесных тел. Все это, конечно, не заявляется на широкой публике. Возможно, боятся ошибиться, а может и не разрешают. Все эти большие кратеры очень похожи между собой, но вот далеко не похожи на результат падения метеорита. Это ядерный кратер Седан, расположенный в Невадской испытательной площадке, приблизительно в 90 милях к северу от Лас-Вегаса. Сейчас вы видите результат испытания подземного ядерного взрыва, произведенного 6 июля 1962 года. В данном случае бомба была помещена на глубину в 194 метра и имела мощность, эквивалентную приблизительно 8 бомбам Хиросимы. Взрыв сначала поднял купол земли на 90 метров выше пустыни, прежде чем разбросать во все стороны 12 миллионов тонн земли. В результате образовался кратер 100 метров глубиной и 390 метров шириной. А это воронка от ядерного взрыва, произведенного уже в СССР. Советский Союз продолжил подобные исследования в своей программе «Ядерные взрывы для народного хозяйства» и произвел 150 ядерных испытаний. Самым известным был проект Чиган, идентичный Седану, который создал кратер для искусственного водохранилища Чиган. Ударно индуцированный материал этих кратеров включает импактиты, спекшийся лесовый материал, пузырчатое стекло и массивное стекло, микросферы и два фрагмента обыкновенных хондритов, не преобразованных ударом. Но вот дело в том, что хондры также образуются и при ядерных взрывах, потому нет никакой уверенности в том, что обнаруженные в кратерах хондриты являются метеоритами, а не продуктом ядерного взрыва. А теперь сравните эти воронки. При сравнении помните, что все последствия идентичны, поэтому отличить их посредством лабораторных исследований не получится. Все еще однозначно уверены в падении метеоритов. Таким образом, даже не оспаривая тот факт, что некоторые известные кратеры были образованы в результате падения метеоритов, можно уверенно говорить о том, что на Земле еще более широко распространены кратеры, формирование которых не было связано с падением метеоритов. По всей вероятности, большинство из них были образованы в результате ядерных и термоядерных взрывов. Об этом говорит сходство размеров и формы кратеров с размерами и формой воронок, сохранившихся после ядерных испытаний.